я думаю что можно начинать мы проведем ама стандартном до режиме еще раз всем привет спасибо ребят что пришли давно мы не виделись планы немножечко у нас пошли скажем так не по плану все было красиво на бумаге но забыли про овраги но тем не менее сейчас у нас ситуация выровнялась сегодня мы как раз об этом тоже поговорим сегодня мы накатываем обновление по обновлению информацию мы выкидывали в чат еще вчера то есть полный список что будет в этом обновлении как может кому-то показаться что так чем мы долго занимались все это время но у нас во-первых были небольшие перетрубации в команде мы добавляли людей разветвляли разработку параллельно да помимо того что вот мы делали в этом обновлении у нас уже готова большая часть некоторых игровых режимов вот потом у нас долго проходили тесты сразу скажу отдельное спасибо ребятам кто попал фокус-группу вы подошли реально очень ответственно и с вами приятно работать я надеюсь что так дальше мы принципе и продолжим так вот сегодня давайте немножко поговорим сначала об обновлении будем думаю говорить именно каждый от своего скажем так департамента и я в общем я начну с некоторых моментов которые повлияют на игру генри если что подхватит продолжу по экономических моментах и са древус железный наш друг продолжится они немножечко уже потом по техническим моментам там кошельку и так далее так вот что касается игровых моментов с новым обновлением мы добавили в магазин героев героев можно будет приобрести как задаст некоторых некоторых можно будет приобрести за тон сейчас может быть у многих появится вопрос для чего сейчас герои когда не новые герои когда нет игровых каких-то режимов смотрите герои также немножко отличаются они отличаются в принципе и много по силе тапа плюс есть герои из коллекции которые также дают больших заработку даст но не в этом главная суть главная суть в том что все герои разные по своим характеристикам по своим скиллам и как я писал в чате может быть не все читали что с выходом боевых режимов они там не через год выйдут как многие пишут я думаю что это все мы освоим ближайшие два месяца может быть без глубокого полежинга но уже смог где можно будет играть режим боевой подготовки и защиты бура выйдет в любом случае уже совсем-совсем скоро так вот в во многих боевых боевых режимов режимах вы не сможете принимать участие если у вас менее трех героев сам скажу да что сейчас на данном этапе вы можете легко иметь трех героев не вкладывая никаких денег если кто-то переживает то есть эти герои доступны плюс мы будем добавлять помимо больших обновлений будут выходить небольшие обновления магазина квестов где будут точно также появляться новые герои как за тон и так и герои за даст и за внутриигровую валюту либо вообще за определенные действия в игре например за прохождение определенных квестов поэтому героев лучше качать лучше изначально продумывать команду за которую вам будет например более удобно да и привычно играть делать какие-то определенные расчеты и для себя формировать тему то же самое касается и вещей то есть сейчас в магазине есть стартовые наборы которые вы можете приобрести за даст есть небольшое количество вещей тестовых это за тонны они более более редкие но дисбаланса они никакого не вносят это сразу на будущее потому что больших разрывов характеристиках нету но они там может быть немножечко более уникальные либо дают какие-то другие характеристики которые не дают вещи за даст но при этом у них нет характеристик которые дают вещи за даст поэтому смотрите выбирайте считайте кому что выгодно кому интересно но героев лучше уже начинать развивать сейчас потому что в любом случае на это уйдет какое-то количество времени чтобы уже у вас к режим боевой подготовки например их защите бура были готовы как минимум три героя которым вы сможете распоряжаться это что касается а также да еще важно чуть не забыл по поводу ботов боты появились появились в магазине подписки на ботов не будет как там очень многие поднимали целые там не знаю ополчение революции прошла информация по подписке но как бы не стоит раньше времени поднимать бучу пока не вышло обновление и пока еще ну то есть не было официального какого-то заявления официальной новости поэтому боты будут продаваться за символическую плату в магазине покупается бот навсегда со следующими обновлениями ботов можно будет улучшать бот задаст приносит на данном этапе сто процентов а учитывается скорость перезарядки энергии поэтому это все влияет в дальнейшем этих ботов можно будет модифицировать а во-первых их можно будет заправлять другой водой улучшенной точно также на них будут устанавливаться более продвинутые детали запчасти у них появятся пассивные умения впоследствии появятся активные умения они будут приносить больше даст и плюс облегчат вам жизнь в режимах защиты бура и я обещал мы расскажу это в конце ама сессии в новом режиме который появится уже очень скоро это режим шахты что это такое я тоже расскажу попозже когда закончим обсуждать данное обновление это что касается игровых моментов по кошельку я думаю что древус расскажет более подробно я бы слово ему бы передал доброго вечера ну что касается более подробно это можно будет правильно сказать более технически значит это обновление у нас по правам может стать самым большим трудоемым обновлением поскольку были переработаны и доработаны практически все добавлены новые под система системы значит давайте так что у это обновление по списку у нас первую очередь добавить полноценный полноценная схема мультивалютных кошельков система будет поддерживать позволяет работать значит с тремя основными криптовалютами на обучении тон 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 значит пополнять их можно будет тремя различными способами можно будет это делать напрямую допустим там с биржи либо допустим через вольт коннект процедура вольт коннекта будет обязательна поскольку без проведения этой процедуры нельзя будет потом провести процедуру вывода соответственно по каждой рюте будет отображаться история всех операций транзакций значит история начисления тех или иных вознаграждений бонусов будет также дублироваться в телеграме то есть можно будет увидеть все уведомления и так далее значит для того чтобы получать вознаграждение от продажи внутри магазина тех или иных предметов собственно как мы и говорили ранее надо будет иметь либо точно такой же предмет либо соответственно иметь универсальный предмет данном конкретном случае это не огромный кристалл флюра вот который будет позволять получать все возможные бонусы вот по партнерской программе также у нас были добавлены новые герои с характеристикой и умениями как пассивными так активными все характеристики они соответственно уникальные есть отдельная коллекция значит вы увидите она имеет ярко скажем так выраженные черты связи с одним немало известным проектом а вот значит который как-то он только читается наоборот вот значит наличие всех героев из этой коллекции будет позволять получить дополнительно 10 процентов к добыче хочу что касается прокачивать героев значит каждый герой каждый персонаж он прокачивается индивидуально значит пределы предел по баланс который у нас есть он считается по там прокачанному самому старшему персоналу точно так же работает лиги считаются по большему счету самым вашим наиболее продвинутым персонажем то есть переживать на тот счет что если вы купите да и начнете играть за другого персонажа при этом потеряете место в лиге как бы не нужно поскольку рейтинг который считается в лигах он привязан напрямую к аккаунту информация сама фиксируется на основе данных по самому главному и так наиболее прокачиваем персонал вот соответственно параметры по ну короче говоря все экономические параметры которые есть сейчас системе по и ноту не соответственно разный по всем героям там и по силе этапами так далее значит стоимость там повышения уровня ну и как собственно да сказал александр у героев характеристик тоже будут важны понятное дело что сейчас можно применять значит все характеристики только в экономической части игры но у нас достаточно активными темпами сейчас идет разработка нескольких боевых режимов и я думаю что в пределах этого месяца но как минимум демо видео или может быть даже демо версии мы сможем так активную часть ту часть которая непосредственно помогает нам в тестировании за что кстати ребятам огромное спасибо за счет у нас есть кто не знает группа по тестированию значит все участники этой группы будут отдельно как бы нами соответственно награждены да поощрены за те усилия которые они делают колоссальные за ту колоссальную работу которые делают помогая нам повышать стабильность надежность и в принципе готовить продукт к выпуску к этому обдавлению в том числе значит про ли искал про искал героя значит у нас изменится немножко как изменится получается станет станет активной часть юая которая отвечает за переключение героев то есть можно будет там где сейчас профиль получается вашего аккаунта ну где открывается на текущий активный герой как раз в смысле алтарка нажимаете будет всплывать модельное окно и там можно будет выбирать активных персонажей значит по каждому персонажу соответственно будет вентарь но инвентарь общий на весь аккаунт из инвентаря можно соответственно одеть ну любой соответствующий предмет количество доступных ячеек пока на данный момент ограничено не помню точно количество но во всяком случае это количество отображается на экране значит будем соответственно количество расширять то есть и желать на тот счет что он быстро заполнится как бы пока не нужно стартовая такая позиция значит что касается защиты вот что касается вообще прокачки героев с выходом этого обновления у нас начнет работать защита вот автокликеров защита это будет но совершенствоваться да то есть на этапе тестирования мы выявили определенные скажем так варианты поведения при которой при которых да там еще могут как-то где-то значит почувствовать себя привольно но мы в принципе все основные подходы знаем и защита она будет совершенствоваться но и в конечном счете мы доведем принципе такое состояние что пользователи будет нельзя и останется только возможность работы которая есть делая легально значит это что касается этого также что еще лиги новые герои новые предметы новые навыки характеристики значит ну в принципе получается новый кошелек вот есть у нас ну скажем так в этот в это конкретно обновление поэтому понятным причинам у нас не вошли боевые механики хотя у нас и уже определенные наработки я думаю что в самое ближайшее время мы уже с ними сможем познакомить аудиторию показать до начала мы сделаем до тесты такие же как были на этой одной и после этого уже тогда выкатим первые боевые режимы потому что так выпускать без большим количеством багов я думаю это будет неправильно плюс ну сразу вот дополню немножко боевые режимы режим боевой подготовки мы процессе разработки его немножечко докрутили чтобы там все таки можно было использовать сразу ни одного героя нескольких героев что сделает эти режимы более динамичными и более интересным в том числе режим защиты бура вот собственно в принципе все более детальному рассказываю я думаю что стоит стоит слово дать генри по поводу все таки партнерской программы по поводу лидерства в лигах смотрю да чтобы генри более подробно это все рассказал в лигах у нас будет работать статус начнет работать статус топ лидера а счет этот статус будет выдаваться первым десяти пользователям во всех наших получается скорее там 9 лигах статус будет выдаваться на сутки вне зависимости от того ну по большому счету это будет касаться только тех кто находится на приграничье так называемый на десятом месте да если вас соответственно приделать сменит 11 место то если вы не сможете да за эти сутки потом вернуть обратно свою позицию то на следующие сутки статусы будут переназначены и соответственно размер партнерских награждений до вас он уже станет прежним вот вот но вот решили пойти по такому пути для того чтобы значит сильно не скакал рейтинг и у людей принципе была мотивация понимание того что попав этот рейтинг как минимум в пределах одного дня то есть можно будет соответственно получить дополнительное вознаграждение отлично ну я думаю что в принципе любом случае до основную информацию рассказали генри у тебя есть что добавить да естественно есть правда саша как-то решил половину что нужно было рассказать все-таки донести до ничем значит дополню по лигам значит система лик выстроена ровно так специально для того чтобы каждый пользователь невзирая на то когда он зашел в сам проект саму игру он мог попасть соответственно в этот некий мидерборд стать одним из 10 человек еще раз обращаю внимание на то что нужно для того чтобы ваша реферальная программа в 4 линии превратилась 25 процентов до 50 во-первых это может сделать каждый не нужно иметь огромное количество рифок или еще что во вторых это может сделать любой момент времени что для этого надо для этого нужно соответственно быть активным в какой-то период если вы понимаете что в той или иной лиги в которой вы находитесь сейчас вы не находитесь соответственно в топ-10 то вам просто надо быстрее чем другим пользователям которые находятся в этой лиге перейти на следующей лиге все достаточно просто реально сложного ничего нет особенно с учетом того что на постоянной основе а все пользователи внутри все активные пользователи внутри игры они скажем так прыгают десятой лиги на первую для того чтобы перейти на следующий ранг то получается даже если вы будете находиться на месте плюс-минус как-то медленно двигаться в любом случае вы с учетом передвижения топ-лидеров вы будете как бы тоже передвигаться соответственно и время от времени попадать как или иначе на одно из мест которые находится в топ-10 вот значит что касательно экономики и вот маркетинговых штук наверное здесь важно будет упомянуть то что в эту игру в отличие от многих других игр которые мы видим в рынке в веб-приложении телеграммах эта игра отличается тем что здесь есть открытая глубокая реферальная программа заложенная с самого начала и невзирая на диалоги о сейлах о пресейлах о листингах токенов и тому подобное здесь можно зарабатывать каждого пользователя на протяжении всего пути исследования то есть в любой момент времени вы сможете не отталкиваться от пресейла не отталкиваться от токенов там открыто рынка или еще чего-то просто играя и развивая свой аккаунт зарабатывать на реферальной программе приглашая своих друзей коллег приятелей и строя команды вот значит какой в этом огромный плюс ну первое в большинстве игр возьмем такие игры как которые там находятся на просторах интернета без телеграма я имею ввиду это просто приложение до которые скачиваются там можно купить те или иные предметы внутри игры и как можно развить свой аккаунт играть и тратить время и получать эндорфин с точки зрения как бы игрухи но нельзя зарабатывать и даже если есть какой-то путь взаимодействия с деньгами но он очень и очень и очень сложный я думаю что саша не даст мне собрать игрушка где вы действительно можете зарабатывать деньги на на всем том что мы делаем не только на реферальной программе мы просто сейчас говорим об этом но впереди у нас много достаточно различных обновлений будет и много другого в общем давайте так дам совет просто развивать свой аккаунт получать от игры удовольствие вот и вознаграждать это удовольствие еще и тонами другими монетами вот по пути следует чем более активно вы будете тем больше вы сможете получить удовольствие и помимо удовольствия еще и профит вот чем больше естественно у вас будет там команда тем больше опять же вы сможете получить профита то есть сюда человек может прийти с разными целями многие играют в игры просто потратить время скажем тайм киллер да какой-то определенный использовать вот здесь можно помимо этого еще и получать профит по мне так это очень важно особенно в наше время вот кстати когда я говорю о профите я не говорю о каких-то маленьких цифрах то есть я на самом деле говорю о достаточно больших цифрах которые могут быть эквивалентны среднестатистической зарплате или даже выше вот так что вот наверное как то так вот ну и главное тоже да по кошелькам саша говорил уже но тем не менее я добавлю что на данный момент у нас в кошельке уже в игре возможный вывод то есть не только вот то есть сейчас все то что вы будете получать там те же самые лидеры или просто люди даже с небольшой структурой но тем не менее все что вы будете зарабатывать там в даст и либо в тони либо в юиз детей но так вы уже сейчас то сможете выводить из игры добавлю да и не за что добавлю значит вывод у нас будет автоматически автоматически но за счет первые там пару дней в режиме скажем так дополнительного контроля то есть он ну каждая практически транзакция у нас будет проходить проверку вот это будет такой режим обкатки просто понаблюдаем мониторинг ситуации непредвиденно предсказуем да вы не воспринимать не воспринимаете это там как-то негативно или агрессивно ребят очень важно действительно на каждом релизе на я думаю что с нами в принципе вы уже поняли что каждое обновление она после обновления у нас есть небольшой люфт по времени для доработки определенных багов и так как это обновление связано напрямую с профитом да а именно с криптой с реальными активами крайне важно действительно проследить за системой так чтобы она не давала сбоев ни при каких обстоятельствах поэтому возможно для вас так как-то даже не может этого даже и не заметите но технически это будет именно вот ну парни я думаю что мы основные моменты по обновлению рассказали мне кажется что надо дать очень важно потому что вот сегодня я столкнулся с таким нюансом значит исходя из того что мы достаточно долгий период времени там лето было до много времени потратили соответственно обновления и многие там потеряли фокус внимания скажем так многие ребята могут сегодня например просто не обратить внимание на то что ну скажем запустилось обновление вот что советую ребятам которые сейчас находятся на массы пообщаться со своими людьми структуре вот особенно с теми которые привели сюда достаточно большое количество людей почему потому что если они например сегодня просто пропустят момент релиза не купят тот самый предмет который нужен для того чтобы реферальные вознаграждения получались на постоянной основе невзирая на то какие предметы ваша команда покупает вот они смогут пропустить тот или иной профиль естественно они могут от этого быть огорчены расстроены и прочее ну для того чтобы они не огорчались я думаю было бы неплохо их наверное как-то оповестить в личном формате с каждым парчатом ну я так делаю со своей командой советую это сделать наверно каждому не знаю как кстати я это делаю выборочно некоторых говнюков я просто не оповещаю специально жаль у меня нет команды у меня там три коллеги которые не хотят то точно ладно если вы хотите кому-то на столите своей команды можете просто не оповещать его он просто не заработает вот так все нормально ну чё тогда пойдемте по вопросам и потом в конце уже тогда я расскажу про режим шахты что это будет такое последующее обновление вопросы давай давай поднимай руки пока ребята поднимают руки я тебе задам первые вопросы и начнем викторину вопросов давай скажите пожалуйста вы создали игру байр батл вам она как бы нравится привели нас всех потому что мы здесь сегодня собрались нам тоже очень импонирует эта игра скажите пожалуйста вот как вы видите 2024 год 2025 вообще дальнейшее развитие игры чего бы вы хотели добиться какой путь следования скажем так дорожная карта дорожная карта что на самом деле хочется видеть и но не так чтобы это было только на словах а то к чему я думаю что ты знаешь ты же знаешь мою мечту меня всегда было сделать что-то глобальное поэтому сейчас я понимаю что я уже двумя ногами здесь вот и сюда это может быть идет не так быстро как бы мне хотелось первую очередь потому что знаю что достаточно там плане импульсивные люблю и там и покричать и поорать и кулаками по столу постучать иногда но как бы я понимаю что такое разработка потому что не первый год в этом и знаю как это все иногда сложно и тяжело делается особенно game dev поэтому для меня лично лично моя цель это все-таки создать ту экосистему которая мы говорили чтобы соединить два этих пространства и чтобы в обычной игре которой мы все-таки стремимся полноценной игре не просто там таполки безумному нажиманию на экран объединить огромное количество людей и дать им возможность как-то себя реализовать и зарабатывать потому что только сегодня делился с вами что я вчера позавчера скачал новую игрушку она мне понравилась и только сегодня понял что я уже туда всадил 400 долларов доната то есть для меня мне было бы приятнее если бы я это как-то теперь мог монетизировать но монетизировать это никак не могу и точно знаю что через три дня я уже в эту игрушку играть не буду потому что меня поглотит наша игрушка работ поэтому у меня все-таки цель именно создать такую какую-то положительную экосистему где можно и тратить и зарабатывать и в этом проводить время поэтому сейчас настолько активно и въедливо я с командой тружусь над кланами над боевой системой поэтому мы увеличили команду мы добавили разрабов которые занимаются непосредственно игровыми моментами и все пошло конечно намного быстрее надеюсь что вас в октябре в ноябре мы порадуем двумя обновлениями как минимум интересными с игровыми моментами позиции большое за ответ да мне очень приятно что ты все это сказал хорошо значит значит пойдем по вопросам вопрос поднимает руку можете ему поднимать хеллоуин привет друг тем привет слышно меня надо слышно отлично ребят смотрите у меня вот такая суть вопроса по поводу соло контента я понял что в любом случае минимальная группа нужна то есть это не на не проблема допустим пять человек набрать вопрос насколько важны кланы и если смысл щемиться только в топ кланы а если какой-нибудь средненький либо малый малый клан там на четыре группки на 20 человек на 15 если смысл вообще его организовывать отдельно свой своими играть или надо стремиться в топ кланы и потому что там будет контент который будет недоступен условно мид и и лоу-левел планом вот такой вопрос смотрите вы можете играть вообще самостоятельно то есть три героя которые вам нужны будут для например pve и pvp контента это минимум команды из трех героев ну как бы если вы с играми в игры играли вы понимаете да что такое классическая пошаговая например рпг или стратегия те же самые но самые популярные давайте герои меча и магии то есть вот одного героя вы выставите против вас может выбежать там 5 противников конечно не вас запинают то есть и тактика особо вы там никакой не развернетесь поэтому это будет минимум три героя вы можете играть в соло вам не обязательно даже собирать команду и какую-то пати вот пожалуйста если у вас есть пять героев например там вы можете пятерых выстрелить максимально будет на поле стоять 6 персонажей то есть если у вас есть шесть персонажа вы Вы можете выставить и шесть, если нет специальных ограничений для какого-то подземелья или для какой-то, например, локации. Если вы играете с друзьями, то вы можете вдвоем играть, то есть каждый может выставлять максимум по три героя. Либо втроем, то есть это по два героя от каждого персонажа. Что касается кланов, ну то есть здесь тоже для себя нужно понимать, что только у высокопрокаченных кланов будут возможности строить определенные постройки. Я пообещал в чате, я скину это на днях. У меня уже есть вся информация по кланам в плане клановых построек. Она давным-давно продумана, просто сейчас она в рамках нововведений в игру дорабатывается. То есть сразу скажу, что клановые постройки, они доступны только для кланов от седьмого уровня. То есть если клан ниже, в ничейных землях он не сможет завоевать кусок и не сможет там что-то построить. Поэтому как минимум до седьмого уровня клан прокачать можно будет, нужно будет обязательно. Если вы не стремитесь к каким-то там постройкам своих замков и штурмам клановых земель, а вам просто по фану, например, какие-то прохождения подземелий, участие в турнирах, то, пожалуйста, можно создать клан там первого уровня и бегать на этом первом уровне. Но опять же, части умений у этого клана не будет. То есть там ограничение с казной, ограничение с хранилищем, с запросом, грубо говоря, вещей из этого хранилища или вкладами. Меньше умений клановых у вас будет, они будут ниже уровня. Поэтому, конечно, как бы каждая игра, она должна подталкивать вас к тому, чтобы вы росли, чтобы вы развивались, чтобы вы не стояли на одном месте. Лезть ли обязательно сразу в топовый клан? Давайте так, пока топовых кланов нету. Есть кланы сейчас в чате, вот, ну, то есть это не факт, что в игре они тоже будут топовыми, потому что это абсолютно разные вещи. То есть в кланы у меня, ну, всегда была эта вот идея, я хочу вложить максимально большое количество экономических и военных вещей, чтобы клан, это была такая структура, вот прям, я не знаю, как высшая математика, грубо говоря. Поэтому мы тоже уже решили, что именно для некоторых таких тонких и сложных моментов я буду набирать для себя свою личную фокус-группу из ребят в чате, из самых активных, то есть являет желание, и мы будем какие-то моменты, потому что когда один-два человека смотрят, это одно, а когда подключается уже группа, тем более заинтересованная и опытных людей в гейминге, то проще некоторые моменты нивелировать. Но постараемся кланы сделать максимально наполненными и сложными, чтобы это была интересная именно клановая жизнь. То есть, понятно, создает клан какой-то человек, у нас это будет великий магистр, клан-лидер, у него будет три приора, это, скажем так, его заместители, также будет отдельная каста, это казначей, два человека, под ними будет 10 чернецов, по 5 человек на каждого, кто будет помогать, потому что в больших кланах это очень сложно, то есть есть клановая казна, туда каждый человек может по запросу положить какие-то вещи, но сразу они туда не попадают, чернецы должны будут проверить, этот мусор нужен в клане или его лучше откинуть. Также это налоговые ставки, то есть сколько, какой ранг. Я перебью тебя сразу, по поводу налогов, я хочу в игре отвечать за налоговый департамент полностью, ну и в принципе можно за банк. Создавай свой клан, да, будешь отвечать. Нет, 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 вообще в игре, я хочу как государство. А ты и так за это отвечаешь, что ты? А, забыл. Поэтому, поэтому как бы на кланы делается... Очень серьезно разговаривал, я не мог тебя не перебить шутками, это невозможно вообще. Ну извиняй. На кланы, в общем, возлагаем огромные сейчас надежды. Плюс максимально будет клан прокачиваться на данном этапе до 10 уровня, и максимальное количество человек в одном клане будет 1000 человек. Но на этом мы не остановимся, потому что у меня уже есть прописанные моменты по альянсам, то есть когда кланы смогут объединяться в альянсы, это тоже будет нужно, особенно в битвах за ничейные земли. Ну и в дальнейшем там, для дальнейших обновлений по строительству собственного воздушного флота и так далее. Поэтому смотрите, как вам будет удобно. Вы сможете играть и без клана, абсолютно. То есть будет в любом случае контент, но, конечно, его будет меньше, потому что часть какого-то контента, которая завязана на кланах, а это большие рейды, битвы за ничейные земли, клановые войны, вам будут тогда недоступны. А насколько велика будет пропасть, если, допустим, просто группа из пяти человек будет, друзей, которые играют, и какая-нибудь группа клановая при одинаковой затрате же по часов, по времени, насколько больше плюшки будет умение, там какая-то плюс ловкость, плюс еще что-то у клановых игроков? Не на много. На 6% повышается атака, на 6% повышается защита, на 10% повышается дроп. С мобов как даст, так и различных предметов. Но это, я говорю вам про десятый уровень клана и взятые умения гегемонии. Поэтому, ну, то есть здесь не так, чтобы критично, скажем так. То есть огромной какой-то глобальной разницы не будет. Нельзя делать большую разницу между одним и другим по причине того, что есть люди, которые хотят создавать массовые кланы, большие, да, крупные, скажем, там, сообщества внутри, сообщества. Вот. А есть ребята, которые хотят играть там маленькой группой, командой, там, своих друзей, приятелей, коллег. Ну, то есть нельзя одних и других обижать. Ну, надо в любом случае быть реалистами и надо понимать, что если какой-то огромный клан, а впоследствии Альянс, начинают фармить определенные ресурсы, они начинают зарабатывать даст, после этого они, конечно, какими-то определенными методами, они могут контролировать рынок, регулировать цены на какие-то предметы или на определенные ресурсы для крафта. Потому что их просто много, их там, я не знаю, 5-6 тысяч человек, и они стараются, там, не знаю, изменить какую-то, грубо говоря, внутриигровую экономику в сторону их клана. Но, опять же, это все будет контролироваться, мы все это продумываем, но это создает определенный интерес. Всегда есть возможность собраться десятку мелких кланов и, скажем так, растащить на запчасти там несколько клановых укреплений, получить контроль над их клановой шахтой на какое-то время. Ты все рассказываешь, ты сейчас все вообще, все игру сейчас расскажешь уже. Уже играть будет неинтересно. Поехали, да. Я уже все рассказал уже. О, и уже все, и все все знают. Да я все равно этим делюсь в пятом. А так уже сейчас все знают. Ответили на ваш вопрос? Друзья, да. Отлично. Человек уже просто, он задал вопрос, и все, и ушел. Погнали дальше. Еще есть вопросы, ребят? Так, мы не видим, о, мы видим руку, баба. Когда она, конечно, закончится энергетический запас. У кого? Я? Энергия? Да, вы с Сашей, да, да. Когда вы, например, пишите, запас энергии своей стопаете. У меня шокусат. Я, ну, меня всегда, постоянно меня ругается, что у меня там что. У меня телефон лежит, он, если сломается, есть еще один. Там тапает, прилично. Погнали дальше, баба. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно, отлично. Ага, вот, вы, получается, в чате вчера выставляли полный список нововведений. Так, и в пункте 3.3, там написано, VIP-пользователь получает увеличенный бонус. Вот, и я хотел узнать, что такое VIP-пользователь. Давай, Генри. А я? Так, давай-ка ты мне сначала скажи, что это за VIP-пользователь вообще? Это про Notcoin? Ну, это, скорее всего, да, это вот... А, ну ладно, тогда скажу. Все, я понял. Это как это называется? Дайте мне сказать, мне уже передали. Мне уже передали. А, это про топ-лидера. По топ-лидера. Нет, давайте вы расскажите, я сейчас не понял, что можно рассказывать, что нельзя. Про топ-лидера хочу сказать все, что угодно. Про топ-лидера. Про то, как тяжело попасть, как удерживать рейдами, эти топ-лидеры. Ну, смотрите, значит, что по поводу топ-лидеров. Здесь все достаточно просто. Человек, который попадает, соответственно, в топ-10 лик, он автоматически, Саша просто об этом говорил, он автоматически получает реферальное вознаграждение X2. То есть 50% вместо 25%. Соответственно, пока он находится в лидерборде топ-10 по каждой лиге, он получает двойные бонусы. И эти двойные бонусы распространяются как на DAS, так же и на TONE, и на NoteCoin и прочее. Я просто думал, что вопрос был связан как раз непосредственно с самой интеграцией NoteCoin, но, видимо, нет. Так что вот как-то так. Спасибо, пояснили. Можно будет в игре получать, ну, как бы в два раза больше. Может, формулировка, конечно, немножко неправильная, но вот она такая, да. Можно будет. Каждый сможет этим человеком стать. Спасибо за ответ. Да, не за что. Вам спасибо. Так, какие еще вопросы есть? Вообще людей много, вопросов мало. Очень плохо. Да, на то и Ама была вопросов больше намного. Опять Хэллоуин хочет. Хэллоуин. Александр еще вот хочет. Александр. Давайте сначала Александр. Хэллоуин обязательно дадим еще раз слово. Но сначала давайте с Александром поговорим. Александр. Мы хотим с Александром говорить, а он уже и не хочет. У Хэллоуина было еще вопрос. И там еще есть ребята, которые поднимали руки. Александр, у вас микрофон выключен. Раз, раз. Всем привет. Да, Барабек. Слышим. Алекс, всем привет. Такой вопрос. Будут ли добавлены звезды для оплаты в игре? В этом обновлении точно нет. Мы с этим работаем. По поводу звезд скажем немножечко попозже. У нас были сначала очень глобальные планы по этому поводу. Потом мы все-таки сделали свой фокус немножечко в другую сторону. Но я думаю, что мы добавим. Там есть просто некоторые нюансы со звездами. Очень неприятные для разработчиков на данный момент. С которыми очень тяжело смириться. Но в будущем, я думаю, что в любом случае добавим. Спасибо. Спасибо вам. Саша, а будет ли как-то интегрирована оплата? Здравствуйте. Я тут что-то тупил с микрофоном. Можно вопрос задать? Да, Александр. Здравствуйте. Конечно. У меня такой вопрос. Мне интересует торговля, система торговли. Она будет реализована как? Так, вот допустим, мы получаем какой-то шмот там, ну что-то, да, в данжах. И это что, как можно будет реализовать? Только между игроками? Или это еще где-то можно будет все это слить по дешевке там? Или как вообще система торговли будет реализована? Может быть по дешевке. Вообще будет аукционный дом. И вы через стандартный классический аукцион, какой бывает во многих онлайн играх, вы сможете свои вещи продавать, выставлять на торги. То есть и там уже за какую валюту вы точно так же будете выбирать. Будут определенные условия для этого шмота. То есть какой-то шмот можно будет продать, какой-то шмот будет сразу принадлежать вам. Его можно будет только там разобрать, грубо говоря, на запчасти, на ингредиенты, продать как ингредиенты. Ну что, ребят, коли вопросов нет, тогда я думаю, что я вкратце, наверное, сейчас еще буквально две минутки расскажу о небольших планах игровых. Немного продолжу, да, это именно об изменении. Я тоже скидывал наши уже зарисовки в общий чат. То есть вскоре мы поменяем полностью глобально весь внутренний дизайн проекта, продукта. Это уже будет больше похоже на игру. То есть при входе вы будете попадать не просто там на своего персонажа, перед вами будет непосредственно сам город, сама деревня Баубабов, где вы будете видеть здание, улицу, и сами эти здания, это и будут интерактивные кнопки. То есть будет такой больший эффект присутствия, все будет красивое, симпатичное, и таким образом вы уже будете взаимодействовать с игрой. Вместе с этим, я надеюсь, что, может быть, в одном обновлении мы постараемся добавить также режим шахты, о которой я писал, мы перенесем бур, скажем так, с поверхности непосредственно в шахту. К этому будет определенная лоровая предыстория, но шахты это еще один такой ресурс, который нужно будет развивать, нужно будет укреплять. В шахте могут случаться обвалы, выбросы газа, там загрязнения и так далее. На шахту смогут нападать различные монстры старой шахты, от которых нужно будет отбиваться. То есть это наравне с боевой подготовкой будет еще один такой интерактивный игровой режим, где вам понадобятся ваши развитые, прокаченные герои. Ну и плюс шахта будет еще также там давать дополнительные бонусы к добыче, дополнительные впоследствии даже, может быть, пассивные умения. Это что касается шахты. Ну а по обновлениям, когда следующее обновление говорить, я зарекся больше не буду, но могу сказать точно, что, опять же, по боевой подготовке защиты бура там уже большая часть, скажем так, сделана. Но это займет еще какое-то время, потому что потом нужно будет все обязательно протестить, плюс внедрить туда всех героев с их характеристиками изменяемыми, с их умениями. И все это отточить, чтобы это работало более-менее балансно, чтобы не было каких-то суперкрутых героев, для которых этот режим будет мегалегким, а для кого-то более сложным. Поэтому как-то так. Так, просто эпик поднимает руку. У нас как раз еще 10 минут есть. Давайте пообщаемся. Просто эпик, просто извиняюсь. Андрюх, дашь возможность человеку сказать? Добрый день, вопрос по шмоткам. Они будут общие на АК, либо отдельно на каждого персонажа? Приветствую. Все будет зависеть от шмотки. Вообще, как бы изначально вы покупаете, они падают в общий инвентарь, как говорил мой коллега, да, инвентарь, он общий, на данный момент ограниченный. Но некоторые вещи привязываются к персонажу, то есть если вы их одели, вы их снять можете, но на другого персонажа одеть уже не можете, то есть они принадлежат непосредственно вам. В дальнейшем, в следующих обновлениях, эти вещи можно будет либо продавать обратно в магазин вендору, там, за определенную цену, да, в Дасте, либо можно будет разбирать их на различные ресурсы. Поэтому какие-то вещи, да, вы можете между персонажами перекидывать, там, сняли, одели на другого. Какие-то вещи нет, вы купили, если надели на персонажа, то они непосредственно привязываются к нему. Все, спасибо. Также, ребят, вы увидите у персонажей, у вещей, извиняюсь, персонажей, буковки. Об этом тоже обязательно напишут пост, но чтобы вы понимали, да, у каждой вещи есть свой грейд, то есть это простые вещи, необычные, редкие, эпические, легендарные и артефакты. Вот, и у каждой такой вещи будет подпись. То есть, соответственно, если это простые вещи, simple, да, то это буковка S, английская, если это там необычные, то это unusual, буковка U и так далее. Но более подробно, как бы, обо всем об этом в одном из следующих постов вы сможете прочитать, чтобы понимать, какая градация вещей идет, какие самые простые, какие более редкие. Так, едем дальше. Сергей и HelloWin. Ну, давайте здесь Андрей, там, ребятам дашь голос. Мы со всеми, в принципе, успеваем пообщаться. Сергей, вам дали. Да, возможно. Всем привет. Привет, ребята. Я знаю, что вы фанаты Lineage. Я тоже игрок Lineage. И такой вопрос. Вы говорили, по заточке шмота будет что-то. И будет ли реализовано в ближайшее время заточки? Какие-то там, если, к примеру, поломал, что будет со шмоткой? Типа, очень интересно. Хотелось бы услышать. Смотрите, заточка вещей появится только после реализации режима ПВП и ПВЕ. То есть после того, как выйдут основные механики, после этого будет уже происходить непосредственно такой полишинг некоторых моментов. И заточка вещей выйдет вместе, я думаю, что, например, с аукционным домом. Поэтому, ну, как бы, в ближайшее время заточки вещей точно не будет, впоследствии будет. У вещи будет возможность сломаться, она будет распадаться на определенные ресурсы. То есть, которые требуются, например, для крафта такой вещи, если ее вообще можно скрафтить, но просто в маленьком количестве. Понял, спасибо. Очень интересно. Следим за вами. Спасибо вам. Будем точиться. Спасибо. Давайте. Так, HelloWin. У вас еще вопрос? Да, у меня еще один вопрос по поводу притока новых людей. Потому что, когда я, допустим, условно своим друзьям скидываю, они говорят, о, а что это прикольно, ну, я рассказываю, они говорят, о, а давай. Типа, много кто просто не знает, будут ли какие-то коллабы, типа, как с Блюмом еще с кем-то, где там прям в заданиях будет. Перейдите, чтобы люди хотя бы просто перешли и глазами все увидели, захотели, остались. Или какая-то реклама, чтобы, ну, повысить приток людей. Потому что, откровенно говоря, сейчас именно сидит, кто сначала начал, практически все старички. То есть, а много людей, которые бы даже играли, кто играл раньше в МОО РПГ, кому это интересно, даже не знают сути. Коллабы будут, коллабы будут большие. Одна коллаба вот уже совсем на подходе. Я думаю, что в конце этой недели уже пойдет народ массово. Но я также вам могу сказать одно. Очень многие обращают внимание на вот эту вот новую информацию, которую дает непосредственно Телеграм, сколько людей заходит там в приложение. И многие смотрят на то, что от группы отписываются люди. Я могу вам сказать так, вот с самого старта приложения нашего, как мы начали и набрали массу, у нас нет массового оттока людей. То есть, у нас по большему счету, да, сейчас и нет глобального роста, потому что мы говорили, что мы в рекламу пока еще активно как бы не вкладывались. У нас это вот после вот этих вот обновлений с выходом магазина, мы после этого и планировали. У нас идет по плану коллаборации с большими проектами, знаменитыми инвестициями в непосредственно рекламу в маркете. Но у нас провала какого-то не было. То есть, у нас играет стабильно достаточно большое количество людей. Просто не так много людей сидят и интересуются там в чатах. Я это по себе знаю, что чат ты, как правило, мьютишь или вообще оттуда выходишь, потому что делать там нечего. И это больше такие только идейные люди там сидят. Но по привлечению, конечно же, новых людей, новых игроков, у нас очень большие планы. И вот, я говорю, с одним из глобальных проектов мы уже прямо на финишной прямой. И я думаю, что в конце этой недели мы уже получим от них большой трафик. Это здорово. И последний малюсенький вопрос, это от моей жены. Когда, она говорит, когда ты мне купишь сумочку за то, что я тебе целый месяц бота перезапускала, пока ты на работе? Ну вот, сейчас уже у вас будет возможность. Если у вас есть структура, то, пожалуйста, подключайте кошелек и получайте уже сейчас бонусы, выводите и купите уже жене сумочку, наконец. Спасибо. Так, вроде больше пока вопросов нету. Я думаю, что что у нас, как раз примерно час мы сегодня с вами проговорили. Думаю, можно закругляться. Обнова у нас выйдет в скором времени после АМА-сессии. То есть, сегодня она будет. Поэтому уже в ближайшее время вам удастся самостоятельно пощупать, посмотреть героев, кого-то приобрести, начать прокачивать новых героев. Нового героя качать не так, ребят, сложно, как первого самого енота, потому что баланс общий. И это не так тяжело. То, грубо говоря, до того же 10 уровня будет дойти гораздо легче, нежели бы вы начинали сразу сейчас с первым героем самого начала. Поэтому еще раз всем большое спасибо. Спасибо, что верите в нас, что ждете. Спасибо, что ругаете иногда. Даете золотого пенделя, это тоже нужно. В общем, будем на связи. Я надеюсь, что следующая АМА-сессия все-таки будет гораздо быстрее. Может быть, через 2-3 недельки сможем еще о некоторых моментах поговорить, пообщаться. Ну, и следите за новостями. Думаю, что на сегодня можно будет заканчивать. Давайте всем пока-пока. Всем доброго вечера, ребят. Спасибо.